всем привет я снял предыдущие видео по поводу того что я уже купил машину в америке но она еще не приехала и показал фотографии как она выглядит снять бампер крыло там фарни до народ кипишнул сразу а ты шо там лонжероны вогнутые крышу повело зазоров не там такие комментарии пришел я просто был в шоке честно я понял что люди не понимают что такое усилитель бампера и же такое лонжером это я уже понял по крыше вообще смешно там две тятки но я сейчас покажу фотографии смотрите страховая когда продает машину есть она ее разобрала и показывает снимает крыло снимает фары бампер она показывает что внутри все целое машину продавали изначально за 1800 кто-то хотел выкупить ставка сыграла последние 1800 страховая не отдала потому что посчитал что для этой машины это дешево они поставили ставку 3000 долларов ну и мы ее выкупили за 3000 долларов по фиксированной ставке для машины на самом деле когда на ней надет бампер и крылья и она все не снято это хуже потому что непонятно что под ним я вам сейчас покажу фотографии так потихонечку пройдемся по фотографиям покажу потому что я жюри многие там такое понаписывали что мне саму страшно стало я начал смотреть как бы узнавать стать еще венгар я съездил покажу вам там по спрашивали что такое за компания в 8 как бы это транспортная компания вам покажу сейчас фотографии так по порядку пройдусь и покажу вам первую фотку здесь хорошо видно что вот идет усилитель бампера и здесь он замялся это видно вот сюда как раз был удар сейчас покажу вам следующую фотку там лучше видно вот здесь видно перекос вот здесь вот сложился полностью усилитель бампера покажу вам следующую фотку как выглядит усилитель бампера вот усилитель бампера вот этими местами он прикручивается к лонжерону то есть дальше лонжерон и здесь есть вот такие загибы видите вот здесь вот здесь ребра такие специально для того что когда идет удар он слаживался принимал удар весь на себя брал в таком плане вот эту усилитель бампера там и сложился смотрите вот это вот телевизор который стоит у фары вот на этих местах крепится но обычно как делают когда морда сильно разбито в делают вот так покупает вот такой вот смотрите вот идет этот телевизор в сборе и здесь вот усилитель бампера с со шторами там такие шторы еще идут в общем и тут все на нем идет вместе вот это все в сборе смотрите покажу следующую фотографию, видите, вот это вот усилитель бампера и здесь, с этой стороны, то же самое вот этими местами он прикручивается к лонжеронам, а вот этими местами он прикручивается к усилителю крыла и становится полностью морда, чтобы вы понимали внутри, кстати, находится вот этой вот все штуки это внутри нее в сборе покупается, там стоят два радиатора вентилятор и вот этими местами оно все прикручивается к лонжеронам и становится и у вас морда полностью целая, и все Вот это, видите, идет усилитель бампера. К нему прикручивается уже сам бампер, который покупается. Ну, наборное на него все идет, да. И потом уже, когда бампер сюда встал, ставятся фары и издевается капот. И все. И у вас морда вся целая. Смотрите по поводу того, что люди пишут, ушел лонжерон. Вот здесь видно, что, смотрите, согнуло вот эту вот часть. Вот это идет, это усилитель бампера. То, что я вам показывал. Он длинный. Вот такая его длина вот здесь. Здесь его сложило полностью. Вот здесь начинается лонжерон. Чтобы посмотреть, ушел он или не ушел, сняли для этого крыло. Смотрите, вот здесь сняли крыло. Специально, чтобы показать, что лонжерон не пошел. Когда уходит лонжерон, именно здесь, вот он внизу, он тянет за собой вот это место. То есть он утягивает за собой двери сразу же, слаживает их. И на дверях получается потом гармошка. Есть вот такая фотография. Видите, вот здесь видно, что зазоры целые. То есть не ушла дверь. Была бы здесь на двери уже гармошка, если бы пошел лонжерон. Он бы подвинул всю эту часть сюда. Для этого и сняли вот это крыло, чтобы показать. Когда крылья были бы одеты, было бы хуже. Я вам покажу фотографии, где вот одето все. Это хуже на самом деле, чем передок весь разобранный. Просто люди, которые подбирают машины, им лучше, чтобы было видно, что под крыльями, под бампером, чем это будет все прикрыто. Смотрите, покажу вам машины, которые я имею ввиду, что такое прикрыто. Вот машина, точно такая же, как у меня. Получила удар в передок. Вроде бы она на с виду получше. То есть крылья вот есть на месте, бампер, фара даже есть. Но на самом деле вот эта машина гораздо стримнее, чем моя. Потому что здесь крыло. Мы не видим, что под крылом. Видите, как оно здесь ушло? Непонятно, что здесь. Непонятно, что под бампером. Что здесь неизвестно. То есть у меня оно разобрано, оно видно, что под ним. Поэтому это брать лучше. Это еще так более-менее вариант. Смотрите, другой вариант. То же самое. Все есть. Видите, оно все есть. Но лучше бы его не было. Лучше бы бампер сняли и сняли вот это крыло. Тогда было бы виднее, что под ним, что там ушло, что не ушло. Понимаете? Для подборщиков это будет гораздо лучше. Смотрите, то же самое. Это вообще трэш. Бампер, видите, как здесь стоит? Вот здесь вот. И бы просто надели на какие-то саморезы, чтобы скрыть, что под ним. Если его снять, там будет вообще непонятно что. Поэтому вот эта машина брать гораздо хуже, чем бы они сняли это все. И вот это крылой в идеале бы, чтобы сняли, чтобы понять, что там, пошло оно или не пошло. Вот эта машина вообще как бы трешовая, ну в бок удар. Если удар в бок, это говорит о том, что ее могло подогнуть. Если ее подогнуло, вытягивать любому рифтовщику проще лонжероны, которые тянуть вперед, чем машину выровнять изгиб. Это уже нереально сделать. Ну как бы очень дорого, тяжело выстукивать, разбирать ее на это все. То есть проще всего тянуть лонжероны, если он даже немножко ушел. У меня есть вероятность, что чуть-чуть, где-то на миллиметры какой-то ушел лонжерон. Тянется он вообще легко, это вообще не проблема. Кстати, вот кто-то был когда-нибудь на малярке, рифтовке, заезжал куда-нибудь в боксы. Вы видели машины разобранные. Ты приходишь на малярку, стоит машина, на которой красятся два крыла и капот. И там, например, даже там или бампер. Ты на машину смотришь, тебе кажется, это вообще треш. Машина полностью, думаешь, разобрана, думаешь, это вообще дрова. Просто два крыла, капот, бампер, машина, конфетка. Просто ляля получается, понимаете? Поэтому кто был хотя бы на малярке хоть раз, он видел, как выглядят машины в разборе. Он понимает, что это не так страшно все. Ну и вот здесь тоже, видите, фотографии, это тоже вот сбоку я показал. Колесо у машины ушло, вот это в бок ударено, это хуже, чем в передок. Пускай она будет лучше в передок, либо в задок. И то в задок, если вот сюда вот бьется, там лонжероны близко уходят, как бы лонжероны вперед. Ну то есть тоже не очень хорошо. Теперь смотрите по крыше. Это вообще треш просто, мне это уже смеялся. На крыше видно две сяточки, вот одна сяточка и вот вторая сяточка. Видно, что это что-то стукнуло, но явно стукнуло. Я не знаю, как это можно определить, что это крыша повело. Люди пишут, крышу повело, она поведенная, она треснула, крыша. У меня на крыше таких сяточек, я вам сейчас покажу. Камешки где-то упали, у меня даже есть удар посильней. Смотрите на рот багаза, у меня вмятина вот на крыше, смотрите. Видите, удар был, что-то упало с крыши, что-то вломило. Можно сказать, ё-моё, у тебя крышу повело, ёлки-палки. Вот здесь какая-то сяточка, не знаю, на камере видно, не видно. Вот здесь тоже вмятина какая-то есть тоже. Ну, как бы бывает, что-то падает, въебает где-то, что-то удар какой-то был. Мало ли, где-то поставил. Вот здесь, кстати, тоже вот какие-то две маленькие. Не знаю, отсюда видно, не будет видно на камеру. На камере пытаюсь играться, может где-то будет видно. Причём вот эти вот сяточки, их не надо выстукивать. Кто-то написал, что надо снимать крышу, потолок, и изнизу их выстукивать. Есть такая тема, почитайте вот в ютубе, ну, пропишите где-то в интернете. Ремонт вмятин без покраски. То есть, что делается? Есть вмятина, на неё наносится специальный клей, который потом спокойно снимается. Ставится такой пластмассовый грибок, и такой штучкой тун-тун-тун выстукивают. То есть, на это место, вмятинку, идёт клей, его просто вытягивают вверх. Без покраски, без ничего. Вот это, это вообще копейки просто стоит. То есть, вы приезжаете, там и не такие вытягивали. У меня у знакомого мужик ударил, что-то там было, какая-то разбирательство у них. Мужик ударил на ланцере по капоту. И там идёт на капоте ребро жёсткости. То есть, идёт, ну, типа, как вот у меня здесь на фотографии, только там побольше ребро жёсткости. Он вдавил ему двумя ударами, эти два ребра продавил. Он приехал на вытяжку вот эту вот вмятин, и мы выровняли капот без покраски, без ничего, вообще ничего не видно. Я даже сам в шоке был, как они могли убрать это. Я думаю, как это вот, ну, я же видел эти вмятины. И когда я увидел, как они их убрали, честно говоря, был удивлён. Поэтому вот это, ребята, по крыше, это просто смешно. Крышу повело, вы чё, вообще с ума сошли? Ну, я не знаю, кто там писал. По подушкам тоже. В прошлом видео он написал, подушки постреляли, ни слова об этом не сказал. Да я сразу сказал, что там две подушки, это не проблема. Почему подушки не проблема? У вот этой модели, именно Escape, да, Kuga Escape, у них идёт один патрон на две подушки. Если подушка стреляет в руле, она стреляет сразу и в ноги. Подушка покупается новая. Сразу, как бы, да, вот этот компьютер, руль, как бы, да, руль разорвало. Вот эта вот окладка с рулём, это и есть подушка. Она туда просто вставляется вместе с патроном. И внизу тоже оно всё зашивается и вставляется. И один патрон идёт на две подушки. То есть я же не буду ездить без подушек, без патрона. Понятное дело, что я это поставлю. Причём цена вопроса, в руль где-то стоит 150 долларов, и в ноги ещё где-то 100 долларов. То есть 250 долларов у вас новые подушки с патроном, рабочие, нормальные подушки стоят. То есть это вообще не проблема вот эта. По поводу того, что машину всю перекосило, что зазоров нет по дверям, что там вообще там такие щели, дыры. Я вам показываю зазоры. Она вся ровная, полностью ровная машина. Я же заказывал машину не через какой-то гараж там, да, что там два пацана арендовали гараж, поставили стол, две табуретки, ноутбук взяли в кредит, как бы, да, и подбирают машины людям, понимаете. Это серьёзная компания, там целый отдел, который занимается подбором. Причём она приедет, я, скорее всего, загоню на ихний сервис, на Винвинкаровский, то есть, ну, не на ихний личный, а на партнёр сервис. И они мне её сделают под ключ. И потом посмотрим, вот, как бы, ну, когда она приедет, во-первых, я видео сниму, вон Жироны посмотрим, всё там посмотрим под капотом более детально, по фотографиям, понятно, что мы там посмотрим. И они её сделают просто конфетка будет, поверьте, она будет, ну, лялечка такая, понимаете, чистенькая, ровненькая будет, да, будет тебе говорить, вон, какая классная машина. Машины, которые ездят, вот, к примеру, Лив, он едет, да, Лив с Америки приехал, по-любому. Он едет, кстати, Джета, тоже с Америки приехал. Сижу просто, понимаете, онлайн, вон машины ездят американские. Мустанги, Chevrolet и Camaro, которые ездят красивые такие, да, там, Доджи такие спортивные, это всё с Америки приехало, всё в квашеное приехало. Теслы все, они все в квашеное приехали, сделанные и катаются красивые, ровные, просто видите, ровные машины, вы не видите битые. Вы на сервис заедите, посмотрите, какие там машины стоят. А потом они все красивые ездят, такая тема, просто дешевле получается. По поводу, кстати, лобовухи, тоже вот люди писали, я, кстати, честно, тоже думал, что вот здесь какой-то удар, вот в этом месте, кружком обвели. На самом деле, вот здесь другая фотография, вот здесь видно, что это просто наклейка, вот видите, таким же мелом они обвели. Здесь просто наклейка какая-то, ну, что-то они там пытались показать, там, какое-то внимание к этой наклейке привлечь, обвели кружочком, то есть лобовуха, в принципе, целая. Ну, вот это вот фотография, я вам показываю, как её грузили уже в машину, вот видите, её загружают, везут, вот с этой стороны видно, да, её сзади подняли на, на погрузчик, в бокс ее вот завозят и вот она уже в боксе, она уже ждет отправки. То есть уже есть номер контейнера, который ждет отправки. И после того, как она, ну то есть она получается приехала в порт, ее загрузили и она может там стоять еще недели две в контейнере, ждать пока корабль загрузится и отплывет. И после того, как она отплывет, 2-3 недели она будет в Украине, в Киеве. Причем заранее ее растаможат, ну как бы мне кинут сразу документы на растаможку. Кстати платить я буду за нее, когда она приедет уже в порт Одесса. Получается оплата идет уже после того, когда она приезжает в порт Одессу, тогда платится и за доставку. То есть тогда уже платится за доставку и растаможка практически сразу идет, ну практически 2 платежа. практически и сразу да и чем раньше я заплачу что брокер когда она уже приедет будет стать контейнера еще дней 5-7 и будет выгружать с корабля брокер как только и мама уже будет раз таможенная в контейнере грубо говоря брокер быстро не оформляет документы за один-два дня она выезжает чтобы она долго в порту не стояла потому что те кто гоняют машины сами скажем да сами такими там между вы там гаража кого-то заказали да они могут просто стоять неделя а у вас простой это в 100 гривен в сутки вот посчитайте сколько у нас просто из порту сколько она стоит это все вы теряете поэтому чем брокер быстрее ее оформить тем меньше вы потеряете вот такая вот ситуация еще а кстати они мне еще сделали распечатку по карфаксу и я здесь и вижу пробег когда где она была вообще у себя распечатка по ней там примерно шестнадцатом году 7 миль она заезжала там примеру что там диагностику это делала на 19 и вот тысячах миль произведу техническое обслуживание управление там типа т.о проходила на 35 и вот тысячах я смотрю здесь девятнадцатом году короче снятые почему-то показателя до метра снимались вот 35 миль я вижу что это был девятнадцатый год первый месяц до 4 число там в третьем месяце 35 тысяч там 815 в общем вся история по ней есть и вот я вижу даже когда было дтп вот здесь я вижу что здесь 6 0 4 она попала в дтп где смотрите по карфаксу вам покажу вот шестой месяц четвертое число в америке наоборот у них вначале идет месяц потом число потом год немножко путает и вот 6 0 4 был удар потом подушки постреляны там что вперед был удар причем вот смотрите здесь даже видно что прош пройдено прошло т.о автомобили видите как бы 0 5 30 прошел т.о как бы да то есть в обслуживание и как бы здесь уже попадает в аварию в общем таком плане восьмом месяце я купил то есть по сути дела два месяца она простояла битая то есть я ее сразу выкупил она не стал там годами бать машин там на к парке в этом стать в америке нам годами там с этом ржавеет понимать она пропала вот 6 на 4 в дтп и 25 0 8 я и уже выкупил все понимаете я его забрал уже и вот она уже едет сюда кстати я заезжал вин винкара и заходил логистический отдел чтобы они мне показали там аккаунт как она там едет как ее грузили вот я фотки то что вам показывал да по поводу загрузки и многие спрашивали что такое в 8 что-то за компания то логистическая компания которая находится в америке она как бы забирает машины и везет и эта компания в 8 предоставляет им аккаунт чтобы они видели свои все машины которые ел как бы все фотографии там видели да по всем машинам я вам покажу список она там листала и как раз посмотрел святую скажем святых их компании увидел целый список машин которые еще одни без фотографий не загружены она показала и дальше идут фотографии с фотографиями те которые уже загружены и которые в контейнере там машин 100 поверьте там вот так вот список такой один лист около видео там я так понимаю несколько страниц там если так страниц где-то на 1 штук на 200 и там все машины видно которые еду да все машинки там основе машинки фотки это уже значит машины в порту стояда но по ним не видно погрузили в контейнер или нет да вот пример мою если открыть вот где моя получается но сходки у меня есть но я их уже показывал видео вот эти все ходки да но вот здесь вот вы показывали что то здесь мы здесь еще не даты отгрузки получать номер контейнера уже есть но если она еще не загружена то принципе ничего отслеживать и пока я там сидел сзади разговаривал мне распечатку делали мы сидели с евгением и он как раз по вайберу еще там периодически общался 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 там со мной как арфакс не распечатал и такой ты завод о только что машину продал при мне онлайн забирать за обязательно побежал тык 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 что-то сбегал позвонил ты к машину продал в общем там я говорю обороты у них очень большие и но мы пообщались я поздавал вопросы по поводу того что вот если машина будет битая как будет решаться вопрос а если к примеру смотрите вот мы сделали фотки машина вся целая правильно потом когда выгружают в порту они там что-то погнули пороги там все дела как бы да это уже как бы ну мы видим по фоткам что она целая не за как-то компенсирует вообще да конечно это занимается руководство мы делаем полностью фотографии берем порту одесса берем фотографии из выгрузки да как и который нам сделал экспедитор пишем заяву на 8 и они делают компенсации это делает эта компания в 8 получается да опять же таки не могу сказать это мы загрузили ровненько все а в порту одессу криворукие разгружали и попокоцали и кто будет за это отвечает тогда если это если мы выясним что это случилось в порту одесса нам тоже брокер и делают компания которая занимается экспедированием но я понял это хорошо конечно но это круто и даже я говорю не то что я заказал где-то там в гаражах мне привезли машину еще по дороге и все покоцали и потом скажут ну братан извини так получилось это же криворукие там разгружали там мы же не виноваты можете все нормально сделали можете привезли вот она стоит а то что я покоцали по дороге да не наши проблемы то есть там все как бы это их не проблемы и отфоткали если мне разобьют стекло за это заплатит на страхование винвенкар заплатит а заплатит транспортная компания которая везла потому что она как бы это как товар понимаете его отфоткали что он целый его потом как бы ну понятно по передку где-то что-то там будки этот сядки там я и не пойму может там передок битый но если задок весь целый без всяких цяточек и там будет какая-то вмятина понятно что это сделали они понимаете такая ситуация ее привезут мы ее еще посмотрим ее сделаю да и вот кто как бы ну сомневается в том что ее сделают ну примеру да я тоже могу ошибаться я человек люди которые везут тоже как-то могут ошибаться но по сути дела да не все могут знать по фотографиям ты все не поймешь и поэтому карфаксу тоже ты все не узнаешь но то есть машины везут массово их делают и я уверен что моя машина будет тоже в идеале будет конфетка и я же говорю буду ездить на ней учить еще людей так что все будет хорошо все будет классно так что ну будем смотреть на моем примере как бы как будет да потому что я уверен что все будет хорошо и мне ее сделают и все будет в идеале в общем буду снимать продолжение сюжета всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и до новых встреч до нового видео всем бога